Добрый вечер! Мы продолжаем наш праздничный телевизионный марафон. В студии для вас работают Анна Руда и Ярослав Чичин. Сегодня мы вспоминаем какие-то важные моменты, эпизоды из истории телевизии. И у нас первый гость уже в студии. Это начальник отдела идеологической работы Гродненского областного управления МЧС. Человек, который является давним другом телерадиокомпании Гродно, Александр Суворов. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Помните ли вы, как началось ваше взаимодействие с нашей телерадиокомпанией? Хочу сказать, что это был для службы по чрезвычайным ситуациям, для пожарной службы тогда, достаточно сложный переломный момент. Был заключительный третий этап военизации, это было в 90-е годы, середина 90-х. И я пришел в студию телевидения, на территорию областного телевидения Гродненского. Это было лето 96-го года. То есть тогда уже была у вас должность, вы уже должны были именно общаться с прессой, докладывать то, что происходит. Да, я пришел на должность старшего инспектора Центра пропаганды. И в моих функциональных обязанностях было взаимодействие радио, телевидение, газеты, рейды, передачи, радиоэфиры, написание радиоэфиров, выступление в прямых эфирах, подготовка. То есть можно сказать, вы стали настоящим журналистом? К сожалению, тяжело, даже невозможно это сказать. Стало не настоящим, потому что здесь были такие настоящие, что по сравнению с ними, даже говорят о том, что да, вот 50-летний юбилей, когда только начиналось, это естественное начало, это какой-то фундамент, вы говорят, небо и земля. Да, вот земля, это фундамент, на котором мы сейчас, телевидение, это, конечно же, небо с его необыкновенными возможностями, с его действительно сказочными какими-то, ну, даже это невозможно даже порой и описать. Вот физически неощутимо, но это дух, это огни, это свет, это само состояние, ощущение эфира, того, что ты готовишь. Это, и, конечно же, ответственность, небыкновенно страшная, которая с тех времен по сегодняшний день не прошла. Это тянется еще до сих пор, и мы это чувствуем постоянно, давит на нас прямо на плечи, но мы держимся, как атланты. Александр, вот даже сейчас на радио у нас проходит такой марафон, можно сказать, приходят к нам ветераны эфира, телерадиокомпании Гродно, и многие из них вспоминают, ох, раньше невероятная была команда, невероятные профессионалы. В чем заключался профессионализм этих людей, вот на ваш взгляд, что именно выделяло этот коллектив и что именно влюбляло в него? Да, хочу сказать, что действительно, да, с радио приходилось больше взаимодействовать, потому что там не видно, там не видно того, кто говорит. Это было, естественно, легче, потому что прямые эфиры, а в прямой эфир выходил в тракте сначала, вроде бы тракт прогнали, все хорошо, выходишь в прямой эфир, все. Этот свет, это жаркий свет, сейчас холодный свет, это сейчас комфортно, вот, жаркий свет, плюс, само понимаешь, что все, там вроде бы был тракт, прогон, а вот радио было проще, и с радио больше работали, потому что утренний эфир записывались, потом эфир, который выходил в обед, и несколько раз выходили. И информацию о чрезвычайных ситуациях передавали, несколько раз на день огромное спасибо, взаимодействовали не Багдарина сильное. Конечно же, такие мэтры, которых, к сожалению, сегодня нет, Владимир Константинович Шурпа, конечно же, Василькевич Александр Владимирович, и многие-многие-многие, вот, их, к сожалению, нет, многие другие, которые сейчас живы, слава богу, они в прекрасной форме, Георгер и Островский, боже мой, это вот те люди, с которыми мы взаимодействовали, с которыми мы работали. Это, знаете, люди, которые могли во всем общем, вроде бы, что такое система по чрезвычайным ситуациям, что такое пожарная служба. Вроде бы, да, пожарная служба, они настолько тонко входили, они сами изучали техпроцесс, по сути дела, если так сказать, будем так говорить. Кухню. Да, да, кухню, они изучали, они узнавали тонкости, и на этих тонкостях строились эфиры. Особенно были такие моменты, когда, вот, организовалось радио Гродно, вот, декабрь, а эфиры надо проводить. И мы с Георгием Островским, вот, по-моему, в течение трех часов восемь раз выходим в эфир. А потому что кто-то пришел, кого-то пригласили, кого-то они пригласили, а, естественно, еще общество не привыкло к тому, что FM-радио, оно должно быть мобильным, 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 таким, каким оно стало, все понимали, что оно должно быть таким. А первые шаги, естественно, где-то сбои, восемь раз в течение трех часов выходили. И вот такой курьезный вопрос, момент даже был. Ну, Георгий Владимирович, он давно с нами взаимодействовал, мы и в рейды выезжали. Обширнейшее у нас было взаимодействие и деятельность. Здесь министры нас благодарили, приезжая, министр по очередной ситуации, приезжая на совещание в Грозенской области, и все журналисты задавали вопросом, насколько тесно взаимодействуете, вот вы, с сессором, с сессором информацией. И генерал-лейтенант Валерий Петрович Остапов, хочу до сих пор этим похвастаться, сказал такую фразу, я очень рад, что в Грозенской области вся эта ситуация одна из лучших в республике. По взаимодействию? По взаимодействию, да, со системами массовой информации. Так вот, был такой курьерный случай, ну что-то говорить надо, радиоэфир с Георгием Островским. И уже разговаривали мы, и об оркестре поговорили, который у нас вот-вот-вот создавался, и о пожарах, и о экипировке бойцов, об обучении, кто должен быть спасателем, какие функции, где обучаемся, как, все эти нюансы. И говорю, Игорь Владимирович, а время еще остается буквально минут пять. И Игорь Владимирович, давай говорить, так, ну форма у вас. Я говорю, у нас по сути дела общевойсковая, форма, вот кителяни, значит, мы сейчас в радиоэфире, никто не видит, но это вот зеленая форма, мы можем, так сказать, нас увидеть, проходящим по улице, как бы военная. И вот буквально остается пару секунд, где-то 30, Игорь Владимирович, а вот гузики какие у вас? Мы сейчас с ним встречались, потому что он смотрит на меня, ну, а что, что еще? Восемь раз выходить в Сече-3. Надо же о чем-то побеседовать. Да, 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 да. И уже такие, уже вечеры на канапе, как уже мы с ним встречались, вспоминаем этот момент, и говорим, вот а гузики какие у вас? А это вы, хорошо, с родинным эфиром, а что-нибудь с телевизионным эфиром интересное связано? С телевизионным эфиром был вот у меня такой курьезный случай, мне потом о нем родные люди рассказали, о том, что, ну, так было, нельзя было подготовиться сильнее. Это я к тому, что вот тракт вроде прошел хорошо, это прогон, контрольный прогон, где можно было и заикнуться, где можно было переложить, где можно было причесаться еще раз. И вот прямой эфир, горячий свет, и тут же на тебя, чувствуешь, смотрят сотни глаз, которые там на работе, на улице, во власти и прочее, прочее, и все. А было небольшое возгорание на предприятии мостов-древ. И, естественно, лежат сводка, листок, на который я выписал какие-то основные, то, что я должен прочитать, где-то немножко глаза опустив. Я говорю, и произошло вот такое небольшое загорание на территории, вот говорю прямую в камеру, на территории мостов-древ города, трехсекунд до паузы, я читаю, мосты. С другой стороны, есть право на ошибку, может быть, это древ под мостом в любом городе. Ну, слушай, ну, сказал, все, мостов-древ, и вот город, это и забыл. Вот такие, конечно, моменты. Но, тем не менее, зато есть, что вспомнить, на чем посмеяться, это всегда повод для хорошего настроения и обсуждения. Ну, да, вот такие курьезные моменты они как бы дают. Вот, знаете, жизнь, когда уже долго служишь, она уже идет на то, что опомнишь, как это было. Воспоминания. Мы рады, что вы давно уже с нами, дружите с нами. Мы надеемся, что это будет продолжаться, наше сотрудничество. Да, успешно. И надеемся, что плохих новостей от вас будет как можно меньше. Будут только хорошие сводки, акции, то, что мы любим, и... Спасибо вам большое за интересную беседу. Приходите к нам еще. Спасибо. А вам, дорогие телезрители, напоминаем, что у нас в гостях был Александр Суворов. А прямо сейчас нас в прямом эфире поздравят жители нашего города. И у нас на связи наша Надежда Маркевич. Надя, привет. Слышишь нас ты? Где ты? Кого удалось словить? И не замерзли ли вы там? Раз, раз, раз. Ключены. Шлем ровно. Что-то сиснет. Вы там у суды, а мы выросли, как завсюду, выйти ближе к народу. И запытаются, чем я не буду свечевать нас с юбилеем. О, как тут сегодня хорошо. У вас там снега насыпало, у нас все мое сердце горячее растопило. Нема ни снежиночки. Зараз мы будем свечевать вас со святом. Пошли. Добрый вам день. Добрый вечер. Веншуем вас надеходящими святами. Как настрою вас? Как настрою вас? Добрый. А зараз еще лепше будет. А видите, чему? Чему? Потому что мы сегодня святкуем с вами юбилейчик у Беларуси 4, разумеется, что. Областному телебачению. Кали можно, повиншуйте нас со святом. Виншую вас со святом. Виншуюсь с юбилеем. Жадаю, как завжды давали добрые новые новины. Новины основательные. Как радовали по-белорусскому. Так и ось. И здоровья, счастья. Богаття. Это я от себя добавляю. И богаття у всей краины. А что бы вы хотели такое, как мы вам показывали, как вам было цикаво? Что придумать вам? Что придумать? Я купер. Можем мультики показать? Покемоны. Покемоны. О, это очень интересно. Это я знаю, это бульбозавра. Был такой покемон? Был такой покемон. Поздравляю вас с юбилеем. Всех благ вам. И вам того же самого. И вам того же самого. Спасибо. До новых встреч. Дозволите запытаться у вас, если глядите вы телебачения? Конечно. А областное Гродинское? Конечно. О, а какие передачи вам подобаются? Ой, передач много люблю. Я вам желаю успехов в вашей работе. Я вас очень видела, всегда вас смотрю. Вы у нас были на празднике, поэтому я вам всегда в восторге. Ой, ходи, моя дорожанечка, сюда. Ой, это твоя семья? Да. Да. Скажи, а ты телебача не глядишь в телевизор? Да. А подобается? Да. Ой, здрасте. Здрасте. На камеру ничего говорить. Мы не афишируем. Мы не афишируем. Скажите, а вы телебача не глядите? Иногда. А Гродинское областное? Конечно. А какие передачи вам подобаются? Ну, новины. Новины. Новины подобаются. А надежда на село? Не гляжу такую. Это моя передача, надо смотреть. Буду смотреть. Да, да, мы заставим. Мы вообще органы заставим. Видите, справа с тем, что у нас юбилей, вы, коль ласка, повеншуйся нас, нам будет вельми приемно. Веншую вас со святом, ка бы все было доброе, и вам за это ничего не было. Ой, 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 ой. Как бы сейчас люди знали, кто это говорит, так вообще было бы хорошо. Вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо, рад был. Проходьте взаимно. Спасибо большое, Надежда, за поздравления. Мы вновь в нашей праздничной студии. У нас новый гость. Гродненская знаменитость. Барт, поэт и просто хороший человек. Виктор Шалкевич. Добрый день. Виктор, здравствуйте. Вот у нас прямо идет перечисление. Барт, поэт, актер, хороший человек. Кто вы в первую очередь? Я еще и на машинке страшительный. Так. Ну, в принципе, я занимаюсь всем, что мне текабо. И, разумеете, пропонуют некую хорошую пракцию, пропонуют, я сгоджаюсь. Аукционист, бард, актер, ведучий на веселях, дороже, веселье у 400, а развода у всего 16. Мейте на увазе. Это ваша статистика, я правильно? Так, так, так. То есть вы к добру, скажем так, если уже какие-то приметы брать. Можно сказать, к очень добру. А, типа, помните вы свой первый опыт, вот, заявление на Требачене? Конечно, милая девчонка, памятую. Ну, видите, хотелось бы почать расповедь к шталту там. Это было в степях под Херсоном. Наш отряд сражался с красными. Али было совсем по-инакшему. Так, ну, в 80-е годы я приехал сюда, меня размерковали у театру драматичные. Ну и что? Ну и туда я и пошел, сюда и там нечто прочитал. Ну, а потом была такая передача у вас, называлась «Книгарня». Вьоуе Алексей Михайлович Пяткевич. Кандидат наук, хорошая дядька, педагог, воголит мой хросный батька, что называется. Ну и поглядзе он и мне каже, Виктор, а те не сгодзіться. Книгарня была якую передачу. Практично Алексей Михайлович рассказывал про все книжные новинки, які вышли на палитце «Книгарня». Так, ну и треба было иллюстровать гэтэшча верши. А верши треба было, дорогие мои, вучить на память. Без суфлёров. Так, а тем часом нарастал стук под озярницы, тяжковаговый состав. И треба было валить это все в прямой эфир. Не как Юрий Дуць, уже с телефоном сейчас, да, сидит? Я не знаю, кто такой Дуць, это, наверное, женщина. Стояли ваши коллеги-кинооператоры. Там еще такие фонарики-швятилища, так вот это ниглядзели. И когда запаливался лихтар, значит, камера на тебе, и теперь валите эту камеру, рассказывают тексты. Вогля, телебачене ваше было неформально. Тут не только говорящие головы выступали. Тут и завсюду еще нечто робилось. Там память и Дана Альпировича робил, и Лиля Кумко, и Наташа Трацевская, и Витя Куц. Усе нечто старались заробить. Альгиз Дзергин, что с одной, что вот в этой студии заробил целый цирк. Разумеется? Да, выступала цирковая студия. А я играл роль у кота Валерьянкина «Сосиски». Короче, в этом эфире. Да, так, так, в этом эфире. Я там разговаривал, некий хлопчик до меня позвонил, как я рассказал байку, а я ему рассказывал байку, что я показывал с этими цирковыми артистами. Короче, разумеется, ваши коллеги были амбитные, они вельми неформально ставились до того, что отбывалось. Ну, можно прийти там с девяти до шести, покрутить, там, снять какую-нибудь приседатель райисполкома и пойти до хаты. А тут еще нечто отбывалось. И вечно некие такие ансамбли, нечто спевалось, игралось, окрутилось, ократе. И талибачение было центром житой. И самое главное, талибачение Городзенской глядели. И не только тут, а еще глядели на Белосточную. То есть, правду говорят, вот ко мне недавно приходил тоже легендарный для этого эфира и для этой студии человек по фамилии Лосев. Вы помните такого? Евгений Лосев. Я помню, да, Алексея Лосева, философа. Ну, может быть, памятный. Это был человек, связанный со спортом. И он рассказывал мне, что все было очень свободно. То есть, если у меня в голове это представляется таким замшелым, прямо диктуй по бумажке, лишних не зови. Сейчас у нас там сводка с комсомола, сейчас у нас сводка с полей. Все, а потом маленький культурный блок. То он говорит, нет, было как-то посвободнее, было как-то попросторнее. Это правда или нет? Ну, разумеется, я вам снова приведу приклад. Такие ведомые, еще рода Городзенцу Александр Лосьминский. Ну, вы решили мы сделать передачу, значит, на конд всяких анекдотов. Ну, рассказал я пару анекдотов у первой передачи эфира. Про сколько там джон вызывал, мне кажется, Витя, все доброе, але про это не можно, про это не можно, про это не можно, про это не можно, про евреев не можно, про это не можно. Про что он тогда рассказывает? Короте, но мы эту передачу взяли и закрыли. Обидно. Обидно, это уже было напреконцы. Але, скажу, что, видите, ну, саправды, это ли бачение, ну, и радует. До речи было заусюда неким таким, ну, прекурсорами, ну, ишло напереде. Польская редакция, Кавеласка была. Так, что там еще. Ну, все, что отбывалось, все одразу находило администрирование. Ну, не смеялись, а на кон того, что там грудинское телевидение появляется на месте происшествия за полчаса до убийства. Не, это не было. Але, скажу, ты мне, веш, все было нормально. И все было, правда, были нормальные, вельми хорошие люди, скажу. Ваши коллеги были амбитные люди и люди с профессией. Это вельми важно. По поводу коллег, кстати, хотелось тоже спросить. Все, кто приходят, вспоминают, и вспоминают прям имя, фамилия, а если понадобится еще и отчество. Это потому, что все знали друг друга, город маленький, и все дружили, прям были знакомы, или почему? Сейчас так не вспомнят, наверное. Ну, я вам открою такий невеликий секрет. Практично в городе, где жило 300 нормальных людей, такими живья. И все это люди ведают один одного по именным и прозвищам. Напевно, видите, ну, есть понятие некой такой элиты, альбо людей, которые, ну, больше досвечены, больше за всех ведают. Готые люди и працуют на неких таких нормальных местах, скажу так. И что самое главное, забудьте вам сказать. Видите, когда есть те, на початках талибаченые радио, это была вельми оплачеваемая прац. Так, понимаете, я калисти за передачу годинную проданчика на радио отрымал 90 рублей гонорару при зарплате актеров Татры 120. То есть вы вели передачу? Я сдрабил передачу, я сдрабил, скомпоновал все. А подрабязности можем? А что-что? Подрабязности можно? Не, ну что, ну, приехал Богдан Андрусишин, американец белорусского походжень, белорусско-укранского походжень, сюда. Ну, помните? Не дел беловежи, дремля забраня. Ну, я-то не помню, цикова. Ну, я, конечно. Вось, ну, я пайшел, студию смонтовал, бах, вышла годинная передача, а навтая слуха вельми файна была. Приходит такой переводик, знаете, такой, на почту, 90 рублей. Приятно. А скомпоновал это в те времена, во-первых, какой-то год? Ну, это было 90-92-93 года. Что значит скомпоновал? Это вы сначала ходите записываете на что-то? Это сценарий, да, да, да. Зарабил сам, ну, у Резов рассказал про Данечка, про концерт, потому что это было, ну... Записывали на что? На диктофоны какой-то? Нет. А-а-а, коллега, коллега, не в курсе. Он маленький застил. На шпуле, на пленке, и сами? Да, сами потом Резали, конечно, монтовали вся эта справа. Сколько это занимало по времени? Да не было, братцы, мы, не было компьютеров. Было так, раз порезал, раз и порезал, раз чикнул. И склеил. Да, и склеили, конечно, и пошла передача. Да, да, Левач, они так само вельми удобно платили. Я не пытаюсь, сколько вам платят. А лечь, по-вашему, познешний угодит вас просто добавляя заохвачивая, что называется, моральной стороны. Это правда так? Это правда так? Вовне на BMW сколько не любят? Вы еще плохо слышите, как гудит, и я надеюсь, что микрофон не ловит, как гудит мой живот прямо сейчас от голода? Может, по 5 рублей выйдем в магазин, а укуплю в мусор. Тем более, что у вас инструмент есть, не пропадем на улицу. конечно но не одна улица не грамм или все равно одну добрые люди на улице не играет потому что статус не той вот и меня все докажу не коли уже тси не играйте на улице можете играть где-нибудь под навесом тому бары там у метро не метро так сам а некоторые некоторые относятся к этому как фа-фан ну то есть просто для удовольствия ну что за удовольствие не набраться мы теперь это не удовольствие как-то товарищи великая отечественная война подорвала бы незакончено консерваторское образование кто еще может падать почему сразу падает на это натянуть живота я беременна обновлять неделька также жадным даже вариант вы записываетесь сейчас у сэнси як записываюсь на студии песни ну видите я к вам сказать ну альбом выйдет зараз альбом выйдет в наступном годе как раз под 60 год сам сам удивлялся до 60 год выйдя альбом вот записал ну як записывайся я я працую же же разумеете я нажали не часто гляжу то ли бачу не потому что нема часу все нормально люди працуют то венчанеры глядят телевизор ну наверное и мием наши родственники тоже моего сашу по телевизору показали вчера ой плакал аудатры ляк вы служите по сегодняшний день я служу у двух театрах я служу татры национальным академичным имя янки упал и вот тут подпрацовы практично працую я у минску в офисе займайся ко всем тем что им чем подобается займаться в основном ящи проводжу аукционы тем люк и доброчинные так это моя основная профессия а можно поподробнее в этот момент я функцию мы знаем как проводится аукционы да вы не ведаете я глядяю тут некоторые личности проводят у нас аукционы ты будешь по подобно до паховальной церемонии после чего надо внести крышку и забить и забить свеки а коли святы то нормально я кажу что я я за довольнением веншую вас ваши особи так сказать и вас с тем что наши талибатчики не все-таки отбылось а что не было что она есть и что она будет помене говорящих голов помене этих самых официальных теток с этими с химичными завивками с консервными банками в голове наверное прошло уже это время не я недавно глядя у такую передачу я лежу в боже что что будешь а эфир вчерашнего дня вот поболее кажу поболее життя поболее уваги до того что отбывается и кажу что мы хоть люди с розными головами уже мусе в одном городе кажу это левый г-ты правы г-ты воли центральный ты мне скажу треба говорить про всех так обслуживание показухи поболее справу 8 все я а у всех тех кто дыжили я веншую с тем что они дыжили и как дыжили еще до наступной годовины и вас так сама аминь 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 да ну и зараз гэта гитара у кустах в кустах карате классичный выпадок ваш коллега рассказывал юра карпович который же у рызии помер на карате сдымали когда-то колгасного пастуха знаете это анекдот или нет ну проте кажу вот дядюшка вот говорит когда загорится красная лямпочка пимпочка там на камеры да тогда начнете говорить он уже выразил скажет ну вот я значится я колхозный пастух я пасу колхозное стадо вот когда у нас нашится пришла советская власть вот организовали колхозу нашей деревне то мой дед был первым колхозным пастухом вот а потом и нашится мой отец перенял эту традицию тоже был пастухом и сейчас я тоже колхозный пастух уже трэчий потом подумал спасибо советской власть за доверие ну так было ну все прямая песня называется што гэта значыць альбо парафраз ведомой мексиканской песни ля кукарача у песни ля кукарача спевается на мексика на испанской мове про тояк одной чы на мексиканской пустыне сустрелись два тараканы альбо прусаки они были страшенно пьяные по-перше по-другой кожный зык тримау лапцы бутыльку самогонки ка гоньца загавы такила называется не запрашались один одного гости подым пабилища разышлится а марай в песне такова что мексиканские девчат и самая прыгожая у свете а вот велик народ который поет такие песни у дадзин им выпадку дзеяне наши песни отбывается на березе севога батьки неманая кия бачу ты берах помишь альтер шлеса старым замкам иное шлеса новым замкам ось ля былой пажарной вежи а девча особо не прусаки а пацуки калести на концерте у гомельской в области аспытауся дети ведайте вы что такое пацуки да дядя свободно отказали яны это свиньи девятнадцатого снежня на уз горку ля раки ля былой пажарной вежи два сустрелись пацуки два старые кавалеры мели па семнадцать год один руды други шары а мужа и на двород что это значит что это значит либо что отставя кол никто не бачил никто не бачил таких приемных пацуков шарку выпивши горелки закусивши огурком выхвалялся пацуки шары пера чорным пацуком ай да са мною мой братче там на усходзе хоть зима а зато там демократия и девчаты задарма что это значит что это значить либо что отставя кол никто не бачил никто не бачил таких приемных пацуков шарку выпивши другую закусивши сальна и свечкой все боковой и даречна чорный промоулял пацуку непристойной не годна гань бить родная славяк белорусские девчата и прыгажейшая за училик что это значит что это значит либо что отставя кол никто не бачил никто не бачил таких приемных пацуков хмара небо зачиняла голосила десь пила а без кучи отрывала бога релочка была только ратом за могилок показався брудный код и один шур попер на сад а другий учёк на усход тя 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 великой дякую виктор за то за ваш выступ у вогули за ваш визит у наш программу мы упоминаны что он не опошний а вы ну поглянем а поглянем а ну як будете запрашать то приду что свой город свои люди треба будет приходить будем запрашивать спасибо большое деку бард поэт актер просто приятнейший человек с которым мы бы провели еще наверное часа два здесь добоюсь погонят нас спасибо большое ну а сразу после небольшого видеосюжета у нас будет еще один гость каждый вторник доброй раннице проходит с гродненским колоритом потому что именно в этот день между столицей и гродно пролегает телемост и самые последние новости из жизни этого легендарного города мы узнаем от корреспондентов телерадиокомпании гродно и сегодня мы хотим отправить по этому символическому телемосту поздравления нашим гродненским коллегам с 50-летием их организации полвека это так много и так мало одновременно вы такие уже опытные и такие еще юные у вас богатое прошлое и совершенно фантастическое будущее впереди может быть через полвека телерадиокомпания гродно будет вещать на внеземных частотах коллеги дорогие наши с вашим профессиональным праздником пусть стены родной компании помогают творить развиваться ну и разумеется быть хорошо обеспеченными материально высоких вам рейтингов и благодарных зрителей и до связи до следующего вторника мы абсолютно уверены что это самая удивительная профессия на свете люди которые готовят эфиры прямые эфиры непрямые редакторы оператор я не стану сейчас перечислять но вы дарите такой восторг такую радость такую надежду и веру всем своим телезрителям вы делаете каждый день лучше увереннее вы помогаете расправляться с заботами которые существуют у каждого человека сил вам радости здоровья и любви с праздником коллеги поздравляем из минска с любовью спасибо большое коллегам за поздравления а за время сюжета к нам присоединился новый гость и это бывший директор комбината строительных материалов нашего города гродно леонид александрович лучина леонид александрович мы сегодня вспоминаем какие-то важные этапы что-то важное что связано с телерадио компании гродно 50 лет большая дата расскажите что вас связывает с этой телестудии вообще с телекомпании ну во первых я хочу поздравить весь коллектив студии с такой знаковой юбилейной датой вот и дело в том что мне очень часто приходилось бывать даже в этой студии потому что подолгу и своей работы и особенно общественные работы то мне приходилось часто выступать но самый знаковый момент который был в моей жизни это знакомство с гродненской телестудией это восьмидесятый год вот не поверите это восьмидесятый год когда я тогда еще работал на стекольном заводе гродненской и когда алла вячеславовна белого приехала и брала у меня как у молодого главного инженера интервью вот этот это интервью мне очень очень запомнилось представляете сколько прошло лет знакомство вас было дистанционная скажем не здесь в студии на вы совершенно верно на выезде прямо там у стеклоформующих машин это все происходило так и тогда это было необычно я очень волновался так впервые так сказать а правду говорили что тогда гостей специально вот интервьюеров наряжали по другому ну я скажу когда я потом часто бывал особенно я часто особенно часто бывал когда был председателем областной избирательной комиссии это уже гораздо позже было конечно значит ну наряжать не наряжали но макияж и прическу делали это точно как вам это было по ощущениям ну вы знаете необычно но приобщение к большому искусству вроде как бы съемки фильма какого-нибудь хорошо а сюда вы приезжали это были какие-то специальные передачи или просто случайные выезды интервью помните ли вы названием программ да 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 ну вы знаете но в частности вот особенно мне запомнилось передача в которой я участвовал и меня так сказать вот очень долго спрашивали и потом очень хорошая передача получилось это по секрету всему свету вы знаете это уникальное я смотрю эти передачи далее я очень люблю передачу окна города которая сейчас существует то есть очень много сейчас рубрик и я скажу что по сравнению с тем что было когда-то когда зарождалось городинское телевидение то конечно сегодня вы выросли просто на небывалую высоту и сейчас интересно вас смотреть спасибо большое большое спасибо у меня коротко еще одна ремарочка по этому поводу вот вы рассказывали по поводу интервью которые вас брали это 80-й год интересно как тогда это выглядело то есть сейчас-то выезжает оператор с одной небольшой камерой и какой-то человек с микрофоном тогда и вы знаете там целая машина приехала до целая машина около цеха остановились проложили кабель и значит все там до оператор и а там еще и шумный цех немножко был поэтому вот такое место пытались найти чтоб не так сильно шум производства забивал речи ну так ну это интересно правда это было громоздко совершенно было да это было громоздко но дело в том что ползавода сбежалось смотреть как это съемки происходит телевидение на стеклозаводе такое было да а вы смотрите телевизор сейчас часто да конечно конечно и громоздко телевидение в моем рационе присутствует каждый день это очень приятно а скажите были ли какие у вас какие-либо курьезные случаи связаны вот с теле или радио эфиром ну вы знаете как-то я не могу припомнить курьезных случаев то что волнение было всегда вот почему то я и сегодня волнуюсь откровенно говоря почему потому что ну для человека производственника это в принципе необычная вещь участвовать совсем вот других вещах но а как то вот так чтобы что-то такое курьезно или же неправильно нет такого не было вы знаете все было гладко то есть ваши люди работали очень хорошо и профессионально важно какой еще человек перед камерой у вас то все идет гладко всегда на производстве там не может ничего сбиваться поэтому и пора или эфире мы стараемся подавать все гладко не может быть всяко бывает ну давайте об этом уже история пускай умолчит если что-то пошло не так то прошлом телевидение это тоже производство это мы там сначала может себя лелеем какой-то надежды что мы будем творить лишь тогда как на когда к нам придет муза но нет работать нужно каждый день да совершенно верно посоветуете молодым ребятам которые сейчас осваивают это ремесло но я скажу что самое главное то что и я проповедовал своей жизни это естественно самосовершенствование без этого не может быть любой профессии а тем более творческой профессии которая является телевидение то есть все ваши люди это творческие таскать люди и поэтому естественно без самосовершенствования без познания мира без познания других отраслей без познания мысли великих людей без знания афоризмов народной мудрости анекдотов даже тех же не может состояться творческий человек этого себе и пожелаем будем расти а вам говорим огромнейшее спасибо вам всего лишь самого наилучшего в дальнейшей вашей работе спасибо вам большое ну а сейчас мы посмотрим короткий видеосюжет после которого вновь вернемся в нашу студию вряд ли тот кто оказался в тянув процесс развития радиотелевидения в начале двухтысячных предполагал какое значение все это с годами приобретет это было время больших изменений в объеме формате еще впервые появление своего канала разработка узнаваемого логотипа переход на 16 часовое вещание 2003 год вошел в историю гродненского телевидения именно в этот год у нас появляется свой собственный канал 16 часов вещания до этого гродненская студия выходила в рамках республиканского эфира и один час вещания который был одинаковым для всех студий и здесь у гродно появляется 16 часов чем заполнить этот эфир позже наши коллеги из других областных центров будут звонить в отдел выпуска и спрашивать как это все начиналось отдел выпуска был своего рода первопроходцем потому что приходилось искать те способы подачи того материала которое бы понравилось зрителям безусловно в эфир выходят новые программы новые лица появляются у нас на студии и жизнь оживает она кипит но собственного вещания было безусловно маловато и поэтому приходилось заполнять наш эфир фильмами в то время гродненский зритель на канале с логотипом gt известный больше наверное даже как клюшка получают возможность увидеть самые разнообразные фильмы тогда получалось так по воле судьбы что ли был такой период что наш зритель видел эти фильмы даже до того как они выходили в прокат гродненских кинотеатров и не только гродненских кинотеатров был задан совсем иной темп работы многие материалы необходимо было выдавать с колеса для этого оперативно снимать и быстро монтировать одна за другой появляются новые программы общаться дружить заниматься творчеством всему этому научились вместе объединила нас дробушевская мобильславовна она пригласила каждого из нас виктор иванович куц как режиссер от смотри с прищером известным и сказали ребята работаем и мы начали работать это был первый эфир первый утренний эфир гродненской телестудии прямом эфире мы выходили 6 30 приветствовали разумеется за стеклом камерам представляли кого-то из своих родных из своих друзей чтобы это было не безлико чтобы это было эмоционально мы понимали что своим присутствием своей фразой доброе утро мы включаем настроение города вот это ощущение было четким вот те эмоции которые мы дарили с экрана мы их переживали сами когда это в эфире включали например клип некий мы танцевали сами под эту музыку которая звучала то что мы заряжали эмоции то что назвали программу фразы предложенной эмбли славной главным редактором момент утро в мажоре мы себя такими чувствовали это было здорово очень слово впервые в эти годы звучит часто впервые программы местного производства были представлены на республиканских каналах по заказу белте радиокомпании был снят цикл программ провинциальной истории жизни белорусской глубинки творческая команда из грона побывала в самых отдаленных уголках беларуси еще больше географический охват имел цикл программ карани а белорусах зарубежья впервые в 2000-е годы создавались программы совместно с коллегами других областных телестудий которые были адресованы республиканскому зрителю именно в это время на экране областной телестудии стало появляться все больше новых лиц программа продвижения впервые в истории существования конкурса телевершина оказалась его призером в номинации лучшая молодежная программа ее тут же нарекли открытием ведь она стала чуть ли не единственным проектом областных телерадиокомпаний по количеству звездных гостей грудинский шоколад не мог произойти никто особенность журналиста помимо пытливости желание поделиться информацией поделиться чем-то интересным прокричать на весь мир вот и мне кажется что на тот момент позиции того времени наверное все происходило но достаточно постепенно но вот оглядываясь сегодняшнего дня мне кажется что это произошло стремительно вот это вот перемена когда что-то такое устоявшиеся традиционное заменилось на динамичное веселое все что происходило в это десятилетие походило на грандиозный замысел распоряжение чудеса техники и люди которые готовы были экспериментировать и внедрять самые смелые решения когда в 2000 году произошел переход с линейного монтажа на не линейный то для режиссеров для энтузиастов открылись новые перспективы новые возможности то есть предела творчества как будто перестала существовать предел творчества можно было делать ваять сидеть ночами придумывать сочинять и делать это все в каком-то новом качестве и этим это время запомнилось как очень интересное новаторство вот пожалуй лучшее определение сути происходящего новые теле и радиостандарты подразумевали большое количество свободных и нетривиальных идей для создания живых историй мгновенно нашедших своего слушателя или зрителя это десятилетие началось для телерадиокомпании с громкой победы гродницы покорили самую важную телевершину страны взяв гран-при в номинации лучшей региональный проект года в эти годы в телевизионном эфире выходят программы раскрывающие все сферы жизни региона будет жителей области ведущая программы утра хорошего дня воспитывает подрастающее поколение не скучайка о нестандартных увлечениях тинейджеров рассказывает программа фреш раскрывают все природные тайны в научно-популярном журнале в объективе натуралиста итоги подводят в аналитической программе акценты недели со специалистами из разных областей разговаривают в прямом эфире о самых же значимых событиях региона оперативно рассказывают выпуски новостей именно в десятых начинает меняться подход к подаче информации ведущие стали с такими универсалами они стали сами съездить на съемки договариваться с людьми о которых они будут снимать искать события искать какие-то темы поводы выезжать на съемки быстрое развитие информационных технологий диктует новые стандарты качества вещания в это время начинается первый из трех этапов модернизации телестудии параллельно аналоговому оборудованию было установлено цифровое оборудование которое позволяет оцифровать выходной сигнал и направлять его по оптоволокну на передающий центр и распространять на областные районные центры в феврале 2012 года в стенах телерадиокомпании гродно было создано еще одно творческое подразделение на волне 103 и 0 fm начал обещание региональная информационная польскоязычная служба одно из самых значимых событий десятилетия состоялась 9 октября 2015 года именно в этот день был дан старт собственному телеканалу беларусь 4 гродно который вещает 16 часов в сутки для этого мы тоже модернизировали оборудование было установлено два автоматических вещательных автоматизированных вещательных сервера благодаря открытию собственного канала существенно расширилась эфирная сетка появилась вечерняя ток-шоу окна города в уютной студии прямого эфира ведущие в непринужденной манере общается с известными жителями гродно своей лирой добрые чувства пробуждает создатели культурной программы арт-код кто быстрее выше и сильнее можно узнать из проекта спорт курьер собирают в чемодан креативные идеи ведущие молодежной программы заряд настроения на весь день телезрители получают благодаря ведущим и корреспондентам самого раннего шоу просто утро как сохранить самое главное жители региона узнают из программы вопрос здоровья самые добрые истории рассказывает проект семья оперативную же информацию о чрезвычайных ситуациях можно узнать из программы пульс порой острыми всегда актуальным получается информационно-аналитическое ток-шоу открытый вопрос сегодня руководство компании выделяет два основных приоритета есть замечательные хорошие журналисты молодые прогрессирующие у которых есть блеск в глазах мы хотим делать хорошую картинку и хороший антураж потому что телевидение невозможно без хороших внешних каких-то факторов если если есть к этому еще журналистское какое-то рвение наблюдательность желание рассказать больше людям о том что видишь ты то конечно это заводит первого декабря свое девятнадцатилетие отметила радио Гродно в своем фирменном формате волна 101.2 fm продолжит вещать и в двадцатом сезоне благодаря которому имеет самые высокие рейтинги среди региональных радиостанций страны за последние три года в эфирной и студии звукозаписи был сделан капитальный ремонт масштабная реконструкция началась и в телевизионных студиях все государственные каналы в 2018 году должны перейти на hd формат вещания телерадио компания Гродно уже получила современную технику которая позволит создавать лучшее изображение мы можем теперь получать картинку с детализацией в пять раз превышающую ту которую до этого мы могли создавать ну а что же интернет с его популярными видео хостингами мы решили с ним не воевать мы его приручаем с каждым днем интернет канал телерадио компании Гродно обретает новых подписчиков оперативная информация профессиональный подход нестандартный взгляд и любовь к своей профессии всегда будут находить отклик у самой разной аудитории мы возвращаемся в студию окна города и у нас новый гость нас пришел поздравить музыкант александр баранища добрый вечер александр добрый вечер традиционный вопрос уже сегодня у нас помните ли вы свое первое появление на гродненском телевидении мы подчеркиваем на гродненском телевидении на грудь и телевидения для нас не существует беларусь 4 да да я помню да это был наверно 2000 на 11 год это мне позвонили вот на телефон александр да мы из беларусь 4 мы хотим о вас программу снять один день из жизни такой почему бы и нет и моя мечта была вот попасть на гродненском телевидении на берусь 4 везде показывает ну я только за и все и как он проходил за день такой ну один день жизни это что вот я вот каждый день ну в течение дня что я это делаю бассейны у меня душа я так понимаю мы ехали машине разговаривали вот я рассказывал себе они вот я там в тренажерку поехал все там снимали вот в бассейн после тренажерки хожу потом на репетицию вот приезжали стандартный день из твоих да да знаешь я какую историю помню что именно вот в студии программа окна города ты объявил что скоро станешь отцом да 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 кстати я помню как это такое было двухтысячна это наверное 15-16 год был да 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 когда вот после этой программы через пару месяцев и родился санишка колледж мы сегодня обсуждаем телевидение и вообще вся наша беседа весь наш диалог проходит в контексте праздника юбилея расскажи как ты относишься к камере вот тебе часто приходится выступать перед большим количеством людей понятно что там ты уже не смущаешься а когда появляется оператор на этом фоне у тебя есть какой-то джи но если я с балалайкой на сцене и там оператора уходит это я как-то как дом на ковре до себя чувствую без разницы там оператор ходит или зритель сидит вот но когда вот интервью даю я до сих пор даже и волнуюсь не то чувство как и нас это приятное это приятное да и как бы и практика какая-то саш мы знаем что в скором времени ты готовишь для своих почитателей сюрприз что ты не только будешь играть но да я уже сейчас и пою у меня уже в проекте авторская песня вот но это секрет я потом вам расскажу историю как она образовалась что после этой песни как там уже немножко расскажу и замуж вышла эта девушка когда я под посвятил эту песню ничего себе хорошо значит мы тебя ждем снова в студии окна города это надеемся что именно здесь состоится премьера твоей песни ну а сейчас мы ждем от тебя традиционного хорошо известного нам инструментального исполнения хорошо я подарю музыкантное произведение дорогие телезрители сейчас мы посмотрим музыкальное выступление александра воронища после этого снова вернемся в нашу студию не убегайте александр воронища после этого назад Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мы возвращаемся в нашу уютную предновогоднюю студию программы «Окна города». У нас сегодня снова людно, это становится хорошей традицией. И сегодня к нам присоединились наши коллеги, те люди, которые делят с нами это рабочее пространство, этот храм телевидения. Это Николай Миличенко, Надежда Кимежук, Олег Косаренков и Татьяна Сидоренко. Коллеги, здравствуйте. 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 Николай, начнем с вас. На прошлой неделе вы отметили… Был замечен. Да, 20-летний юбилей своей творческой деятельности, не побоюсь этого громкого слова, собственно, на телерадиокомпании «Гродно». Помните ли вы, как все начиналось? Помните свой первый рабочий день? Ну, такое начало, как будто у нас сейчас театральная встреча, я такой режиссер знаменитый. Ну, 20 лет, да, спасибо. Это напомнила мне об этом моя трудовая книжка. Как-то так случайно… А у вас уведомления? Сейчас век современных технологий, приходят уведомления, да, 20 лет скоро. Поэтому, да, действительно, даже не верится, так вот большой такой период уже прошел, как один день. И поэтому всяких воспоминаний, интересных вещей очень много. И, конечно же, когда я сюда приходил, пришлось до того, как официально был принят некоторое время, так сказать, продолжительное, просто приходить работать и делать какие-то материалы. Конечно, было несколько по-другому. Не было каких-то сейчас технологий информационных, которые позволяют находить материалы вот так просто, нажав на компьютере, да, приходилось все делать через телефон, через какие-то, да, какие-то, да, варианты такие. Живого общения, да, сегодня его минимально. Ну, было это, и много интересных, творческих людей. Вот буквально недавно мы здесь встречались с ветеранами и вспоминали некоторые такие интересные случаи, эпизоды, когда было раньше. С ветеранами именно телерадиокомпании. Ветераны телерадиокомпании, не только ветераны, но и люди, которые здесь отдали много лет нашей компании, и они с удовольствием передались вот этим воспоминаниям, и было действительно интересно. Хотя мы-то себя все равно ощущаем молодыми, ну и, собственно, и они тоже. И они тоже. Они тоже, вот мы встречались пять лет назад, я посмотрел фотографии, ничего не изменилось. Все как будто застыли вот в одном каком-то образе таком. Все такие же молодые, все такие же интересные, и самое главное такой зоркий, оценивающий взгляд. Критичный. Да, критичный, и вот это желание у них что-то смотреть, творить, все-таки это сохраняется. То есть если это уже пришло, да, если ты зацепился где-то на телевидении, либо на радио, да, это уже тяжело от этого отстать. Отцепиться тяжело. Да, тяжело, как эта вот липучка такая. Есть какое-то дерево, да, вот оно цепляется за липучкой прямо за окна. У меня дома так. Плющ. Плющ, да? Нет, это не плющ. Всем этот немножко плющ. Его невозможно отодрать. Вот это что-то такой подобный образ. Поэтому если отодрать, то это будет очень больно. Поэтому давайте делать так, чтобы не было больно, было всегда хорошо. Мы уже провели такую небольшую параллель с радио. Наденька, поэтому, Коль, мы по часовой движемся дальше. Я у тебя хочу спросить, вот ты... Ты все знаешь, Ярослав. В первую очередь ты радиоведущий или не в первую, или у тебя это выровнялось уже как-то, работа на телевидении и там? Вы простите, конечно, но в первую очередь я радиоведущая. Знаете почему? Потому что, когда я сажусь в студию, присаживаюсь за пульт, я себя чувствую как дома. Вот на самом деле. А здесь еще пока как в гостях. А здесь я в гостях. И здесь ты согласишься, твоя работа зависит от огромного количества людей. Ты здесь, ну, просто один из. А там ты сам себе хозяин. Что хочешь, то и делаешь. Да, хочешь музыка, хочешь говоришь, хочешь играешь. То есть, ну, все зависит от тебя. А проведи какие-то параллели. Вот в этом разница между радио и телевизием. А в чем есть какие-то общие такие стыковки? Ну, это прямой эфир, это волнение. То есть ты по-прежнему волнуешься и в радиоэфире, и здесь? Конечно. Я всегда волнуюсь, абсолютно. Как ты считаешь, в следующем году это волнение уйдет? В следующем году? Я думаю, нет. Ты знаешь, мне кажется, когда волнуешься, это наоборот хорошо. А когда перестаешь волноваться, и вот ощущение-то потеряется. Я когда волнуюсь, у меня пробивает чувство юмора. Я начинаю шутить, и мне почему-то хочется как-то вот так вот и себя подержать. А если ты находишься здесь, в этой студии, то и подержать как-то гостей. Ну, немножко сменить обстановку, чтобы они расслабились. А сколько лет ты уже работаешь? Ну, 20 как один, я так не могу сказать. У меня, по-моему, лет 13-14, вот так вот. То есть я еще так. Ее год за два. Год за два. И на радио. Потому что скоро практически и пенсия, если таким образом. Послушай, ну мы хотим добавить то, что даже если ты волнуешься, этого ни разу не заметно. Ни на экране, ни в радиоэфире. Если тебе это помогает, то волнуйся, пожалуйста. Ну а если тебе это начнет мешать, немножко успокоительных антидепрессантиков. Что советуешь? Что продержишь? Я тебе потом расскажу. И тогда мы ответим. Нам тоже просто все очень интересно. Как интересно, я думаю, мы-то знаем всю правду, но вот телезрители не знают. Вот каждый раз меня спрашивают, пара ли семейная Сидоренко, Косаренко, Косидоренко. И вообще откуда появился этот миф? Или это не миф? Что-то я все раскрыла. Будешь раскрывать. Благодаря какой программе. Давайте, друзья, ставим это на том же месте, на котором это остается. Ну на самом деле все, наверное, пошло с программы «От души и для души». Тогда это был сенсационный проект, собственно, для нашей студии телевидения и для всей Гродненской области. А хронику можно нам сразу дать по времени? Когда это было? Какой это был год? 98-й где-то год. Помню, помню. Я как раз уже набирался в телевидение. Ползал ползком. Смысл был в том, чтобы позволить обычным людям, нашим зрителям поздравить своих родных, близких, себя в конце концов с какими-то праздниками личного характера и не только. Это все было на видеоэкране, честно говоря. Программы были долгими. Мы вместе находились, долгое время вместе. Программы по два, по три часа прямого эфира были. Как декабристы. Программы были долгими. По субботам. По субботам, да. И спустя некоторое время, а учитывая то, что мы вышли и на сценическую площадку, потом... Концертные, да. Концертные площадки тоже вместе были. Ну и, наверное, у людей почему-то такой сложился образ, что все-таки они должны быть... Симбиоз. Вместе. Да, мы потом узнали, что у нас, наверное, детей 10 уже было. Да, да, да. До последнего, до сегодняшнего дня люди думают. Вот где-то были, вот, после концерта и спрашивают, а сколько у вас детей? Я говорю, ну, да на двоих двое до вчерашнего дня. Людям всегда хочется видеть идеализироваться, всегда хочется видеть идеальное. Поэтому для них вот этот образ остался, картинки, да, они хотят его сохранять до конца. А можно я спрошу? Как бы они не опровергали, что это нет, не так, все равно для них будет вот... Ворот. Как ваши половинки вторые относятся к таким вот... Вот, очень спокойно. Понятие. Потому что они знают наши друзские отношения с Олегом и, в принципе, по крайней мере, я отвечаю за себя. За своего супруга. Был такой курьезный случай, который показывает, что Татьяна была и остается достаточно такой прагматичной. и расчетливой женщиной. Это в хорошем смысле этого слова. Я в то время немного зарабатывал, когда очередной вопрос поступил муж или жена моя. Мы сказали, естественно, нет. Ну, так давайте, что ж вы тянете. А Татьяна, помнишь, что это у меня? Нет. Был такой ответ интересный. А жить за что? После этого Олег стал зарабатывать больше. И после этого он женился на другой. Олег, даже вопрос вспомнил. Как будто они один организм. Он говорит, у нас спросили, муж или жена мы. Так вы муж или жена, если уже так возводить ваш дуэт. Он же сказал, что я настоящая женщина. Значит, вы жена. Хорошо, Аня, у меня к тебе вопрос. О, Боже мой. У меня к тебе вопрос. Ты же тоже работаешь здесь не первый год. Сколько лет ты уже здесь? Десять. Боже мой, не произноси это при мне вслух. Скажи мне, пожалуйста, что вдохновляет тебя по-прежнему? Что заставляет тебя ходить на работу, несмотря на все твои болячки зимние, на все твои простуды, на все твои усталости? Я знаю, что ты очень занята в повседневной жизни. Что все еще стимулирует тебя приходить в эту студию? Ты знаешь, что я для себя сделала такой вывод, что я не могу не работать. Вот, наверное, если бы была какая-то другая работа, может быть, я не была так отдана ей с температурой, с осипшим голосом, я бы туда точно не ходила. Если я работаю, ну и для меня это синоним жизни, то есть я бы не могла выбрать ни семью, ни пожертвовать ради семьи работы, ни наоборот. Поэтому для меня это жизнь. А когда ты заканчивала свое учебное заведение и понимала, что ты попадешь сюда, ты когда-нибудь смогла переставить? Нет, 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 у меня был очень-очень сложный путь сюда. Ты думала, что ты будешь работать так долго или это... Да, 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 то есть я всегда была уверена, что буду работать ни семью. Почему? С чем это связано? Связано ли это с семьей? Да, 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 да. Мой папа режиссер Гродненского телевидения, как многие знают, и это мне очень долго не давало спокойную жизнь. Мне каждый раз говорили, ну да, все понятно. Гены зацепили все. Да, да, да. Но на самом деле, если вот так подумать, поразмышлять, какая может быть еще работа интереснее, да, чем работать с журналистами или где-то в качестве. Все время меняются люди, все время с разными. От того что-то почерпнешь, там что-то новое, да. На вот инспектор похожий. Да, тут гинеколог пришел в гости, да. Ты теряешься, что там спортсмен пришел. То, извините, про мундиаль сделаешь программу. Да, и думаешь, кто такой мундиаль? Много полезной информации, на самом деле. Да, каждый из нас становится немножко специалистом в какой-то области. И мы зависимы становимся от этого. То есть для нас эта информация наркотик. Получается, ты не можешь без этого нового, ты не можешь без эмоций, без ощущений. Все, ты не знаешь, чем заняться. Абсолютно. Я прошу прощения, коль мы здесь практически на равных, да, в плане... Действительно. Хочется и перетянуть немножко одеяло на себя и спросить у Ярослава. Да, да, да. А ему рано еще. Что церковь для него? А, так рано ему еще. Для него это первый опыт достаточно. Ну, наверное, не в этом году, да, наверное, в 17-м году. Но опыт достаточно интересный, любопытный. Я всегда был уверен, что я могу работать только в коморке, которая закрыта от всех. Темнота. Ты имеешь в виду радиоэфир, да? Да, радиоэфир. Это так называешь радио. Как тебе не стыдно? Полная уясненность. У него опыт. Да, у меня опыт такой. Классные восприятия. А потом, попав сюда, под эти софиты, я, конечно же, начал дергаться, теряться и воспроизводить какие-то нечленораздельные звуки. Тем не менее, мне кажется, из эфира в эфир я, по крайней мере, стараюсь что-то делать. И меня подтягиваете вы, те люди, которые меня окружают. Вы даете стимул работать. Вы даете стимул делать все, работать хорошо. И я надеюсь, что в следующем году мы будем расти, расти, расти над собой. Скажи. Никто не может остановиться и сказать, «Все, я мастодонт». Точно так же, как и я, не могу сказать «Все, у меня теперь все получается, я не волнуюсь». Каждый должен становиться лучше и смелее. А тебе где сложнее? Радио и телевидение? Надя, ты знаешь ответ на этот вопрос. Мне сложнее дома. Себя ты оценивал, просматривая... Очень хорошее. Очень хорошее. Очень хорошее. Безупречно. Да, ты знаешь, я стараюсь смотреть, потому что это нужно для саморазвития. Однако мне до сих пор это дается с большим-большим трудом. Ну, как каждому из нас. Смотреть на себя очень тяжело. Не мне вам объяснять, не мне вам рассказывать. Нет, тебе должно легко еще смотреть. Вот с годами уже тяжелее смотреть на себя. Ты не смотри на себя, ты смотри на Аня. Причем наши гости, как всегда, как вы знаете, приходят и говорят, что «Ой, да я не телегеничен, я так себя не люблю, я плохо говорю, еще что-то». И они не подозревают даже, что у нас те же самые сомнения до сих пор. У нас такие же комплексы тоже. Ну, кто как. Может, это действительно частично комплексами объясняется, частично, может, нежеланием, частично непрофессионализмом. Но для меня все равно был фактор, такой показатель, если человек откликается на какие-то запросы журналиста, да, дать комментарий, либо прийти на эфир, либо там что-то пояснить, да, то это человек профессионал. Он в теме. Он в теме, и он всегда, мы его не спрашиваем там, как у тебя там на кухне, да, каша у тебя или там суп или что-то. Хотя он делится. А мы спрашиваем о его конкретной работе, да. Да, если человек с удовольствием, вот у нас сегодня, да, много гостей, которые всегда откликались, так сказать, по первому призыву, зову, да, и давали комментарии по своим направлениям. Но это должно быть нормальной практикой, как во всем цивилизованном мире. К сожалению, к сожалению, у нас еще, мы не доросли до этого, общество еще, наверное, не доросло, еще есть какие-то сомнения, тушевания, там, я не знаю. Надо просто сказать телезрителям, чтобы приходили, у нас это страшно. Да. У нас много наших гостей, да, с кем мы сотрудничаем, которые уже буквально профессионально не берут, а дают интервью. Знают все нюансы, как стать, как можно отместить. Ну, мы же все, все мы тут соприкасались с гостями, да, вот их с трудом некоторых вытягиваешь, да, потом после эфира они говорят, ой, как у вас классно. И так быстро прошло, да. Нормально, прошло, да. А что, уже все? Уже все. Фраза быстро прошло, меня сразу отправляют в какой-то кабинет к врачу. Ой, это было так быстро, я даже не заметил. Я же вам обещал. Ну, быстро прошли три с половиной часа нашего эфира, я думаю, вы с этим согласитесь. Ну, наверное, сейчас мы должны что-то пожелать любимой телерадиокомпании и нашим коллегам. Николай. Ну, мне что остается пожелать? Пожелать, чтобы у нас всегда все получалось, чтобы мы шли, намечали какие-то высокие цели и старались к этим целям идти, и не бояться каких-то творческих экспериментов, каких-то новых идей, новых каких-то, я не знаю, там, во всем. И в оборудовании, и в оснащении каком-то, и даже в подаче материала, и во всем угодно. Поэтому я рассчитываю, что уже вот этот этап 50-летия мы пройдем, и у нас опять же будут какие-то на спине потихоньку вырастать крылья, другие уже. И мы будем лететь уже по кому-то заданному маршруту, тем более сегодня уже технически мы перевооружаемся на 100%. И, по крайней мере, по телевидению, по картинке мы должны уже, так сказать, вскочить в тот красивый, интересный вагон, который называется HD, который уже бежит по всему миру, и мы тоже в него всаживаемся, присоединяемся, и едем, и демонстрируем себя. У нас есть что показать. И уже передали за проезд. Да. За проезд. Надя. Поэтому вот. А вы знаете, я сижу и думаю, представляете, через лет 50 нас с вами тоже пригласят. Почти ветеранов. Ветеранов, да. И мы с вами придем и тоже будем испоминать. И будем говорить, как быстро пролетели эти 50 лет. Да, да, как быстро пролетело 50 лет. Я не хочу, чтобы они пролетели быстро, мне хочется пожелать, чтобы каждый из нас получал удовольствие от каждого дня, от каждого эфира. Даже когда дрожат коленки, мы все равно получали удовольствие от того, что к нам приходят люди, от того, что они нам рады, от того, что они улыбаются. А всем, всем, всем сотрудникам, наверное, хочется пожелать, чтобы всегда хотелось идти на работу. Правда? Это важно. Чтобы хотелось идти на работу и чтобы на работе было, ну, если не как дома, то очень, очень близко к этому понятию. Ну, я, в свою очередь, хочу пожелать, в первую очередь, здоровья и огромного терпения всем, кто работает у нас на студии телевизионной. А самой студии, нашему коллективу, пожелать всегда быть востребованным у зрителя и отвечать его запросам. Пожалуй, самое главное в нашей работе. Мне хочется пожелать, чтобы мы были все верны своей профессии и благодарили судьбу за этот шанс, за эту возможность нам и выступать, и на огромную аудиторию, чтобы информация, которую мы наносили, была добрая, по возможности, да, чтобы мы несли добро какое-то, несли добрую информацию, чтобы было меньше агрессии в нашем мире. Но всем нашим коллегам тоже присоединюсь, вот как муж Олег сказал, конечно, здоровья, здоровья, чтобы не угасал этот блеск в глазах, и чтобы, на самом деле, вот мы встречались с ветеранами, посмотрели, насколько они скучают, насколько им не хватает этого телевидения. Поэтому у нас есть возможность вот надышаться, наглотаться, набраться того, чтобы мы понимали, что эта профессия нам дала как подарок и воспринимать ее как подарок. Татьяна, вот кое-кто мог присоединиться к экранам телевизоров только что, и вот фраза «муж Олег» опять ввел от заблуждения. А вот сейчас мы уже не будем раскрывать, Татьяна. А пусть все остаются. Посмотрите, пожалуйста, повтор. Ребята, ваши пожелания. Наши пожелания, ну, я думаю, что наша профессия, как сегодня говорила Надя, одна из самых командных, поэтому нам очень важно, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы не только были здоровы, у вас было не только хорошее настроение, но если что-то плохо, помните, мы поможем. Не стесняйтесь, обращайтесь. Командный дух. Ну, а мы хотим пожелать вам, друзья, чтобы вы смотрели свое, слушали свое и в следующем году делали это чаще. Не забывайте, что мы есть также в интернете, что мы есть на ютюбе, нас можно репостить, цитировать, обсуждать, мы этому только рады. Приходите к нам, не бойтесь, ну, и нескучного вам нового года. Спасибо, что провели это время с нами. Ну, и в завершении программы с пожеланием к вам обратиться в музыкальный коллектив «Забава». Пара-пара человек, это целая планета, с края рода земли рукою не достать. Берег кресток звездных рек, вижу я на карте неба, надо, надо, там надо, там надо летать. Города ускорят век, с каждым днем живем быстрее, забывая посмотреть на звезды по ночам. Пара-пара человек, могу стать одной вселенной, надо, там надо, там надо любить и мечтать. Я тебе подарю этот мир, разноцветные яркие воды. Не грусти, не смотря ни на что, мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнен цветами и красками. Не грусти, не смотря ни на что, мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. Мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. Мир вашему дому. Пусть все сбудется. А когда погаснет свет, время в темноте зависнет, вспоминай главную свою причину жить. Пара-пара человек, поменяет ход событий, нам-то, нам-то, там надо учиться любить. Я тебе подарю этот мир, разноцветные яркие воды. Не грусти, не смотря ни на что, мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнен цветами и красками. Не грусти, не смотря ни на что, мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. Мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. Мир вашему дому. Пусть все сбудется. Я тебе подарю этот мир, разноцветные яркие воды. Не грусти, не смотря ни на что, мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. Я тебе подарю этот мир, он наполнен цветами и красками. Не грусти, не смотря ни на что, мир вашему дому. И пусть будет все хорошо. И пусть будет все хорошо. Мир вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok О барон, патун, патун, патун